Здесь мы описываем правовые варианты касательно эмиграции для граждан Украины на март 2022 года. Это краткое резюме тех вариантов, которые доступны сейчас для граждан Украины, которые находятся в США или за рубежом. Поскольку эти варианты меняются с развитием ситуации, пожалуйста, посещайте наш канал YouTube, чтобы следить за новостями, которыми будем своими делиться. Вы также можете посетить наш веб-сайт и связаться с нами по электронной почте. Варианты для граждан Украины, которые находятся сейчас в США. Для тех, кто здесь физически находился до 1 марта 2022 года, вы сможете подать заявку на TPS, временно защищенный статус. Даты подачи этих заявок еще не опубликованы. Этот статус будет действительно в течение 18 месяцев первоначально и часто статус TPS продлевается. Вы также можете подать заявление на получение разрешения на работу и разрешение на поездки. Пожалуйста, смотрите наше видео по TPS на YouTube. Для тех граждан Украины, кто приехал в США после 1 марта 2022 года, на данный момент вы не сможете, не имеете права подавать заявление на получение TPS. В этом случае мы советуем вам получить юридическую консультацию, если вы планируете подать заявку о предоставлении убежища, так как это немного сложнее. Пожалуйста, посмотрите наше видео на YouTube об основах подачи заявки на убежище. Какие варианты существуют для граждан Украины, которые ищут защиты на американо-мексиканской границе? Ситуация на границе сейчас очень запутанная и нет ни одного конкретного правила для украинцев на границе. Некоторым гражданам Украины разрешено въехать в США по так называемому гуманитарному разрешению паролю humanitarian parole, но оно предоставляется на индивидуальной основе по усмотрению пограничника. Иногда украинцев ненадолго задерживают, а затем отпускают. Некоторым гражданам Украины было отказано во въезде в США и попросили вернуться в Мексику. В настоящее время большинство просительниц убежища просят остаться в Мексике из-за ситуации в COVID в соответствии с законом положения 42. Другая новость, что 100 тысяч граждан Украины будет разрешен въезд в США со статусом беженцы или беженки. Это новая программа, которую анонсировал президент Байден во время своей поездки в Польшу в марте 2022 года. Эта программа является частью существующей программы переселения беженцев. Обычно те, кого отбирают для этой программы, сначала проверяются управлением Верховного комиссара по делам беженцев ООН, УВКБ ООН, а затем сотрудниками иммиграционной службы США. Этот процесс проверки и отбора будет проходить в соседних странах, где граждане Украины нашли временное убежище, например, в Польше, Молдове и других странах. Никаких конкретных деталей о том, как эта новая программа будет реализована, пока не объявлена. Мы обязательно поделимся с вами новостями по этой программе, когда они будут объявлены. Другой вариант – это общая гуманитарная программа разрешения на въезд, так называемый гуманитарный пароль для граждан Украины, находящихся в Европе. На данный момент правительство США еще не объявило о программе гуманитарного разрешения на въезд, Humanitarian Parol, для украинцев, которые находятся либо в Украине, либо в соседних странах. Правительство США учредило такую программу для граждан Афганистана в прошлом летом. Это как пример. Для тех, кто получит гуманитарное разрешение на въезд, получат разрешение временно въехать в США, но затем они должны будут подать заявление о предоставлении убежища в течение одного года после прибытия. Еще раз мы поделимся с вами любыми новостями, как только они будут появляться. Удачи вам всего нового и лучшего! Вы также можете участвовать на наших ориентированных встречах по подаче на убежище в онлайн в Zoom каждый вторник. Посмотрите подробную информацию и ссылку на нашем веб-сайте www.reefnyc.org Субтитры создавал DimaTorzok